Ещё такой вопрос. Предположим, кто-то ещё придумал такой признак равенства двух четырёх угольников по четырёх сторонам. Я вот не буду говорить правильно, или нет, чтобы вы сами догадались. Вот есть А, Б, Ц, Д, and another one. One, two, three, four. And another... I will control another A', B', C', D'. And also, we know that A'B' is AB, B' C' is AC, C' D' is CD, A' D' is AD. And can we be sure that this is a project of the same? That's the last one. You have a 24-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go, and we want to know that our two sides are together. и все стороны соответствующие равны. Следует ли отсюда, что четвероугольники равны? Будут ли равные углы тоже или не обязательно? Что вы говорите? Равные углы могут не быть. Равные углы могут быть естественно в принципе, а могут и не быть. А почему? Можете бы нарисовать? Примерно? Да. Окей. Сейчас задаться, задаться, задаться. Беги. Йоу. Замкнулся. Признак равенства по четырех сторонам не бывает. Да. Почему? Ну вот, допустим, этот самый четвероугольник. Да. Нарисуй какой-то другой, который провел те же самые скорбины, но один на другую. А где здесь А, В, С и Д? Да. С и Д, да? Да. Ага. Ну а как быть уверенно, что именно уж прямо ровно в точку А? Отойдите, пожалуйста. Вот такая картинка похожа действительно, но может быть не совсем точно. А, В... Сиди? Ну в результате похожа, но не совсем конечно, но... А, В... А, В. Ну чуть-чуть, нет. Що-то разумеет. А, хорошо. В. 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 С 1 здесь. Хорошо. Теперь С 2. Давайте. С 2. С 2. Хорошо. Адреа. Адреа. Ну, еще чуть не зажжусь. Да. Ну, вроде похоже. А можно как-то наглядно объяснить, почему такое бывает? Ну, может, трубы немножко не точно измерили? Это, на самом деле, все-таки никак не может быть. Какое-то наглядное объяснение. Можно из-за кромобольника, с тем же стороны, с двиночком, получить партнер. Получишься другой. Да. Значит, это... Ну, на самом деле, это объясняет шарнир. Представляете, что... Я не знаю сейчас, есть ли такой детский конструктор. Но когда-то были такие детские конструкторы, устроенные так. Там были такие палочки с дырками. А в эти дырки можно было завинчивать винты. И, значит, таким можно закреплять разные штуки. И вот сделаем такой простой угольник из этих вещей. И скрепим его, скрепим его вот здесь винтами. Да. Значит, теперь, если винты фиксируют, они в этих дырках, поэтому они расстояние между ними строго зажат. И что мы теперь сделали? И поросится дверь. А, теперь ясно, что эта вещь неустойчивая. Ну, не жесткая. Мы можем сдвинуть вот так вот. Ну, вот это спустится немножко сюда. И это спустится сюда. Получится какое-то новое положение. То есть видно, что на этих четырех распорках ничего держаться не нужно. Поэтому, скажем, если бы вы, наверное, видели, как я делаю мосты, их часто делают вот так вот. Вот такие вот треугольные. А брынджи обычно сделаны вот так. И это очень хорошая идея, потому что три сайты, мы имеем в виду. Три сайты, джерминация. Но если какой-то инженер решил сделать другой брындж, И так вот. Так вот. Просто для себя сделаны. И это лучше. Потому что как брынджи может коллапсировать? Что может случиться с таким мостом? Он просто будет вот так вот сложиться. Поэтому, более жизненно, если в магазине идея, можно сказать стеллажи. Стеллажи устроены так, там есть такие вертикальные палки и есть полки. Если вы просто собересь в такой стеллаж, то он не будет стоять, потому что он может передвигаться по горизонтали, а тут нет никаких треугольников. Поэтому фирма Е еще отдельно продает такие маленькие крестолины металлические, которые позволяют закрепить крестолину из двух частей, но это не так важно. Но возникает как треугольник тогда, а треугольник делает как-то в целом. Да, это есть рисунок с треугольником. Это было бы, это просто описание, почему это, как это может быть эффект. Женщики стабили и генетики, поэтому это очень хорошая еженщина. Всё.